В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Проверку свежеуложенного асфальта устроили двое мобильных репортеров у деревни Кудина. На конечной остановке автобуса 12 маршрута они провели вручную инспекцию и нашли, по их мнению, много недочетов. Далее рубрика «Мобильный репортер». Вот уложенный первый слой асфальта. Камешки отковыриваются. Камешки отковыриваются. И под ними водичка. Кто, если не мы, решили двое местных жителей, когда увидели, как идут ремонтные работы на участке у деревни Кудина. По словам мобильных репортеров, асфальт тонким слоем размазали по дороге. Уложили на грязь и в глину. Да, Саня, отковыривай. Посмотри. Сними. Сними, прямо видишь. Вот такой вот слой асфальта. Сейчас местные жители призывают городскую администрацию следить за подрядчиками, которые тратят федеральные деньги. А если тратят бездумно, то, скорее всего, самое время подключиться и прокуратуре. Через какое, интересно, время это все отстанет. Прорабований их нет. Мастер появился только на второй день. За качеством укладываемого асфальта следит непонятно кто. Поделился своей бедой и жилец дома 61 по улице Попова. Неизвестный разбил ему заднее стекло. Если кто-нибудь видел, как произошло это ДТП, напишите водителю по адресу на экране. В Нововятске на парковке 40-летний Попрошайка пристал к водительцу-регистраторам. Мужчина не растерялся и решил разобраться в ситуации. Попрошайка рассказал легенду, что только что освободился из тюрьмы за грабеж и теперь ему негде жить и нечего есть. Долго добивался Попрошайка денег, но потом согласился на еду. Владелец регистратора сходил с ним в магазин и купил селедки. В итоге Попрошайка получил селедку и сдачу, а владелец регистратора сделал доброе дело, а также получил занимательное видео к себе на канал. Вот так вот, ребята, к 40 годам можно до чего дойти. Это был город Киров. Михаил Вагин, место происшествия.